...вашему роману «Музей революции», потому что я его прочитал. Ура! Мы сегодня начали разговор с того, что у вас две линии. Первая любовная, вторая социальная. Ну, по поводу любовной линии, я не большой специалист, я про социальный аспект хотел бы поговорить. Вы достаточно четко и ясно рисуете тот социум, в котором мы живем. Вы знаете, у меня создалось такое ощущение, что почти все ваши герои, они живут на самом деле по понятиям, а не по правам. Ну, жизнь у нас такая. То есть те, во многом, социальные конфликты, о которых вы говорите, нормально бы, в принципе, в обществе решались через те институты, которые должны их решать. Полиция, судебная система. У вас же хорошие герои живут по хорошим понятиям. Плохие герои живут по плохим понятиям. Вот так иначе все живут по понятиям. Телефон – не право, сильный – прав, слабый – не всегда прав. И вы не то чтобы у меня, вы моя субъективная точка зрения, вы не то чтобы эту ситуацию как бы оправдываете, но вы некоторым образом говорите о том, что она закономерная, ну, социум у нас такой. Вы вообще не даете права на то, что в России все-таки была правовая система, говорите о том, что, может, это исторически сложилось, может, там, жить так выше, может, на социуме такой. По первых рассуждениях, по первых, про любую линию, она довольно обманчивая, такая вводящаяся, в общем, фантомная. Не случайно, она это отдельно скажет. Что касается социальной темы, я говорю, слушайте, ну, я же не город солнца пишу, не утопия, полноса мора, да, это не то, как должно быть, это то, как я вижу вокруг себя. И наоборот, это похвала, потому что, если бы я написал схематичное что-то, мы были, наверное, больше довольны, как политолог, наверное, меньше, как читатель. Другой вопрос, что, там, мне кажется, что в каком-то в конце полуутопическом, в последней главе, которая такая, немножко там, чуть более схематичная, чем все остальные, там, потому что сразу придется строить сначала, и уже, и все равно придется идти к тому, о чем говорите вы, только это долгий, мучительный путь, и он еще предстоит. Так-то я совершенно с вами согласен, конечно. Там, где не работают институты, ключевые институты, право, там единственный регулятор – это понятия. Потому что выбор между понятиями и беспределом, а не между законом и понятием. Там, где выбор между понятиями и беспределом, я выбираю понятия. Потому что, и так же, как выбор между хорошей смертью и плохой жизнью, я выбираю плохую жизнь. Вот, так мы абсолютно правы. Хотя мы тоже должны понимать с вами вот такие вещи. Вот там уже, как публицист, я тоже борюсь с хранительством, и прочее, и так далее. Но я понимаю прекрасно, что когда неизбежно периоды хранительства кончатся, и доступит то золотое время, когда будет торжествовать закон, ненависимый суд, гражданское общество, мы ведь социального рая не получим. Мы столкнемся с оборотной стороной всего того, за что выручим. Потому что независимый суд имеет оборотной стороной возможность принятия решения, на которые никто не может повлиять, даже если они идут. Привожу два примера. Во Франции занимается решение о том, что ребенок занимается без семьи, на том основании, что мать слишком любит своего ребенка. И суд независим. И вы ничего не можете сделать. Судья принял такое решение. Второе. Сейчас вы знаете, дело что обедательники Шмейерсона опять, про это знают. Нужно проговаривать? Нужно? Ну, библиотеки Ленина, изъятая в 18-м году, хранилась библиотека в Вальческом Риме Шмейерсона. Изъятая, даже не потрудились вести полноценную национализацию, ну, хотя формально там есть основания. Потом, в 91-м году, хасиды потребовали эту коллекцию Шмейерсона обратно. Большой ценности она из себя не представляет. Но это переговорный процесс, а не давление на государство, а не давление на государство, а не давление на государство, ничего не получается никогда. И в Америке, есть хасиды, в российские, есть американские, небольшая группа, и вот они требуют по суду вернуть коллекцию Шмейерсона, имеющую религиозное значение. А в России, как вы знаете, реституция запрещена. До 2010 года можно было коллекции религиозного значения передавать по закону, это было единственное изъятие, если бы у нас находились чьи-то коллекции, имеющие религиозное значение. Библиотек, иезуитского колледжа, или витражи церкви, Мариенкирхи, Бодбергии. Этому, все остальное, как бы не попало в государство, ни отдавать, не увозить нельзя, потому что это прецедент. Только прецедент создали музейные коллекции кончиков. Так вот, американские хасиды через суд добились сначала требования немедленного возвращения всей коллекции, причем передачу и в Америку, откуда никто никогда ничего не изъявил. А во-вторых, вот сейчас принято решение штрафовать Российскую Федерацию на 50 тысяч долларов ежедневно за отказ вернуть эту коллекцию. И это принял конкретный судья Ландер. Ландер, не знаю, как он в правильном правиле ударения ставится. Хотя Министерство юстиции, извиняное, штраф в Америке, просило его этого не делать. Верховный Госдеп, проклятый, который всех на странах, просил его этого не делать. Но есть американский судья Ландер, который счел, что это так. И он это решение принято. Вы же да, если вы заметили, у нас же нет практически последних 10 лет культурного обмена Советов. С Европой есть, а большого культурного обмена с великой музейной страной Америки у нас нет. Вопрос почему? А вот потому что невозможно. Если пока действует требование вернуть коллекцию сону, есть опасность, что по решению судья Ландер любая российская выставка крупная в Америке будет арестована, такая опасность есть, потому что судья независимый, можно такое решить. Все, рассыпается, культурное сотрудничество, а то, как Россия себя вела в этом вопросе, я молчу, там это тоже маразм подвищу, просто не то, что одно лучше другого, мы сначала вступили, зачем-то в это судебное дело, без того, что скажи, что мы не познаймили из-за вести все суда, в качестве стороны и в голове своей мозаимической выжды, тем самым оскорбив суд и продемонстрировал свое неуважение культурным. Нет, там вопрос не про то, что такой государственный маразм лучше, чем независимый суда, но и независимый суда имеет свои оборотные стороны. Гражданское общество вещь прекрасная, но как может гражданское общество давить на личность, потому что оно не хочет подчиняться понятным гражданцам общества, кто же знает, но путь все равно туда, потому что не то, что это идеально, а это ужас, просто потому что то лучше, чем то, что вы имеете сейчас. Лучше, не очень хорошо, но лучше. И, возвращаясь к французскому судье, французскую судье, тетеньке, которая отобрала ребенка из семьи на том основании, что мальчик просто ты, что не любит своего ребенка. Да, это ужасное решение. Его ничем не поправишь, и мальчику, и там не полдевочки, то там не полмальчика. Нанесу моральный удар чудовищной силы. Ничего нет. Но сравните, во Франции всего запрошенные, ну, по запросу, я просто не знаю, по запросу год, из семей изъят по суду 300 детей. И там действует гуминальная юстиция, которой мы так все боимся, которую мы так глинаем. В России не действует гуминальная юстиция, и за десяток родинства, я же не знаю, было изъяно из семей 60 с лишним тысяч детей органов социальной администрации. Без всякого дивиденского суда, без всякого независимого суда, вот вам порядок. Понятно, да? Среди тех 300 решений, которые будет принимать независимый суд, 2-3 будут безобразные, и мы будем хвататься за угол, и это будет кошмар, но порядок цифр. С моей точки говорить всегда, 300, среди которых 2-3 провалов, и 60 тысяч, где мы не знаем, какое количество провалов, потому что никто с этой людей понимает, как это будет. Вы, правду, двигаться только так, но понимаете, что это не передание. А когда вы говорите двигаться только так,